здравствуйте приветствую вас одесса суббота 28 января 2023 год у нас сегодня вот с утра пошел снежок так погода довольно таки теплая не могу сказать что сильно холодно правда ветрено и и снежок идет и тут же тает с утра уже видел машины которые посыпают дороги в общем если так обобщить то он зима у нас довольно теплая в основном была плюсовая температура не минус посреди дороги какая брусчатка здесь красиво с машиной ехать не будут ну пока никого нет пока будем слушать ушками расскажу вам немного наши новости это разворачивается сейчас будет выезжать проезжую часть пару дней назад нас был такой тревожный день кошки в одесских дворах звучали сигналы воздушной тревоги летало то что не должно летать и у нас уже заранее выключают свет когда такая вот долготрывалая воздушная тревога все заранее уже обесточивают поэтому мы были в один день практически весь день без света вне времени сейчас в районе молдаванки здесь такие одноэтажные дома дождь идет снег такая погода не летная но все-таки барахолка работает люди выложили свой скарб джон припоросым снегом под ногами прямо как слякоть такая еще и естественно посреди нас зеленая растительность деревья тут Катя Богачинская говорила на презентации своей книги что молдаванка шатается но стоит кстати недавно проходила и вот в Одессе живут тысячи людей и я встречаю ее папу сначала думаю что это же мужчина такой мне знакомый мы лично с ним не знакомы так только на презентации книги познакомились кто смотрел уже у меня есть ролики презентации и она зачитывала отрывки из книги 100 писем о войне в Украине есть на канале в общем вот так чуть перепрыгиваю потому что собрались какие-то новости впечатления в общем по свету такая ситуация то он есть то его нет каждый раз разговоры а у вас есть или нету с какой периодичностью включают и выключают вот в основном выключают на 6 часов потом на 3 часа включают вот такой график еще мне чуть удивляют люди когда спрашивают у кого он есть и считают чтобы у всех было поровну даже такое объявление было что те дома которые подключены критической инфраструктуре у них не выключают поэтому а так как это вызывает у людей какие-то недовольства поэтому у них как бы управляющие мастера жека пусть отключают вручную сторону стараконка уже продают животных кошечек собачек щенков птичек вот всю живность в ту сторону мы не пройдем не пойдем у меня есть на канале видеоролики какие породы какие цены все закрыто холодно они замерзшие наверно там пройдемся так чуть по молдаванке вообще вот в эти дни субботу воскресенье есть эти улочки переулки они все заняты продавцами расстелены подстилки и столы расставлены некоторых вот такие эти прямо шатры вот так сидит вообще вот таких людей в этой салатовой шапочки здесь очень очень много нужно или неоднократно смотрели эти ролики с нашей одесской барахолки на молдаванке молдаванка основана приблизительно в 1793 году и вот с этого момента она живет и процветает процветает в плане не таких вот разных событий человеческих потому что дворы на молдаванке они бурлят взаимоотношениями не экономическая конечно сторона и не процветает она пусть не в расцвете финансовом таком музыкальная школа ученики учатся вот рассказала вам про свет и конечно когда нет света и связь пропадает тоже нет вайфая ты не можешь позвонить там по вайберу или по телеграмму и связь тоже мобильные операторы не вытягивать все это не выдерживает тоже пропадает поэтому мы не всегда на связи за таких технических накладок проблем ситуаций не баловала нас в этом году зима и в декабре тоже не было снега вот сейчас укрыла белым покрывалом присыпала можно сказать сахарной пудрой еще хочу немного прокомментировать некоторые ваши комментарии я не знаю их пишут люди которые живут в украине живут в других регионах то есть иногда мы я в частности акцентирую внимание на каких-то таких повседневных бытовых мелочах и сейчас уже это конечно реже но все-таки встречается говорят что как вы можете у вас война в этом о тортах говорите или вот каких-то таких нюансах я вчера возможно мой шаг будет слышен громко в камеру но ничего не могу сделать потому что вот прямо хрустить стекло под ногами еще пытаюсь идти аккуратно не упасть вернемся комментарии назначить недавно была в парикмахерской знаете как парикмахерская тоже такое тоже своя жизнь там люди приходят если каждый расскажет вот одну свою маленькую историю или реплику но уже все обрастает бы в одну такую жизнь там вот своя отдельная жизнь клиенты и мастера вот пока я ждала свою такую процедуру рассказывала клиентка ушла и мастер рассказывала что вот эта клиентка у нее сейчас она очень похудела у нее панические атаки особенно вот когда пару дней назад да у нас было очень так горячо очень неспокойно у нее пропал абсолютно такой интерес к жизни она в принципе так вот знаете вот все понимают и родные не говорят но ничего не хочется просто хочется лечь смотреть в потолок взрослая женщина нужно где-то около за 40 как бы говорит что мозг понимает а внутреннее такое состояние она все равно не отпускает но в такой вот падает депрессию в апатию вот пришла я бы парикмахерскую чтобы не выглядеть уже как могли подстричься поэтому обвинять людей то что они радуются живут и эти бытовые мелочи они нас окружают что мы делаем выбор между пятью тортами какой нам купить есть я думаю что это не совсем корректно нас уже все продолжается около года и есть люди пожилые молодые и среднего возраста все перемешалось люди поменяли место жительства поэтому я думаю что нам нужно быть толерантными друг другу и ни в коем случае не говорить что-то в обвинительном таком тонне потому что если со стороны и даже мне бывает кажется что что-то нелогично или так не нужно поступать то это потому что я не прошла такой путь как прошел этот человек женщина идет видите старается под домом потому что очень скользко машины встречаются разбитые на тротуарах я заговорила у нас и тротуары это тоже парковки так что сегодня довольно скользко и этот дождь снег идет и подмораживает и будет вообще наверно каток сейчас проходила дорогу по булыбной мостовой и не работают новые уже генераторы такие и так как сейчас не работают светофоры потому что нет электричества всегда дорогу старался пробегать но сейчас я наоборот замедлила шаг потому что очень очень скользко водители молодцы тоже всегда пропускают ну чаще всего пропускают травка укрытой белым снегом у нас трава зеленая и снег и дождь все смешалось тут бывший кинотеатр здание тоже продается как озвучил один человек по моему они просят или миллион долларов или пару в общем где-то в этом районе около этой цифры прошлись от молдаванки к центру города и вот знаете людей довольно таки много встречаются я помню когда я снимала ролики вот в начале войны это февраль был людей практически на улицах не было улицы были пустынные сейчас народ выходит даже вот в такую как говорится нелетную погоду мы должны жить думать о себе и о своем здоровье тоже в парикмахерской рассказала историю что у нее недавно знакомого 40 лет стало плохо давайте вызовем скорую нет не надо и он говорит у тебя трое несовершеннолетних детей ты должен быть ответственным и вот как-то уговорили его женщины вызвали они эту скорую помощь то есть понимаете при всем при этом что у нас есть происходит такие жизни с ее законами она все-таки движется происходит спаса преображенский собор иногда уже прямо как ветер усиливается еще из новостей наш город включили исторический центр города список юнеско публиковала пост об этом как иголочки сейчас колется всем при этом любители шахмат и шашек все равно пришли и это событие ну что но для города очень ценно у нас уже есть в украине объекты которые включены в этот список вот сейчас и одесса тоже под защитой юнецко такая не вроде нелетная погода и колючая и слякотно люди на улицах есть настроение такое у людей хорошие неугрюмые улыбаются вот прошлись от молдаванки до дерибасовской уже очень такой сильный ветер надеюсь не сильно вам шумит динамик микрофон слышны звуки генераторов но вот это только в городе в центре можно проходить такие большие расстояния и при этом не чувствовать никакой усталости а наоборот еще подъем сил если такой километраж пройти по или спальному району или промышленному то как бы силы на исходе закрытая такая площадка зимняя ну людей немного поэтому столики убрали только эрберня там работает я бы так вкратце постаралась вам рассказать наши новости про свет про связь про наше настроение показала вам улицы города кто сейчас не в одессе и волнуется за нас переживая спасибо ну вот такая у нас установка сейчас на улице города еще я очень надеюсь что камеру не сильно заляпала и хорошая картинка потому что когда я открывала зонтик из-за того что ветер его сносит и не очень удобно и снимать и укрываться под зонтом хотелось бы попасть в это здание как они там отремонтировали его внутри повернули на горсад утесов у нас всегда улыбаются в любую погоду зелененький курсад люди видите женщины только что так аккуратненько аккуратненько потому что здесь уже такой смех растаяться в перемешку как каша детей все равно выводят на прогулку подышать свежим воздухом по центру можно бродить гулять очень долго только получаешь удовольствие от этого я лично это точно очень много красивых уютных кафе где можно посидеть поэтому не вините нас что мы продолжаем так жить и видеть вокруг себя какие-то хорошие вещи удобные уютные нужные конечно что разные новости и вот даже недавно мы ужинали семью вечером на кухне света нет при свечах и муж он все эти сводки новостные военные экспертов он читает смотрит новости и вот в этой тишине такое знаете бывает когда разговариваешь и тут замолкаешь при приеме пищи и фоном звучали боевые сводки сводки вот с этих мест где идут активные боевые действия знаете как то так жутко стало если я еще справляюсь более-менее а вот можно сказать даже достаточно справляюсь я смотрела на ребенка своему и думаю а какое он запомнит свое детство вот мы сейчас сидим на кухне ужинаем нет света потому что отключение хорошо что у нас газовая плита и мы хотя бы могли приготовить еду и такие сводки военные почему-то вспоминается голос левитана когда он комментировал и вспоминается бабушка и ее рассказы тоже о том времени хотя тоже если я это озвучиваю видео начинаются комментарии что это все не то и это все не так и все на самом деле по-другому но я делюсь своими такими впечатлениями своими ощущениями своим видением то что меня окружает я вас тоже благодарю за тем мнением которые вы оставляете в комментариях за ваши мысли за ваши рассуждения хорошей вам жизни будьте благополучны и мирного неба над головой пока пока остаемся на связи